Привет, я Саша Петров, и я расскажу вам, зачем нужны селекторы и для чего они используются. В целом, оговорка, что у меня три презентации на нашу конференцию, и все они ссылаются друг на друга, поэтому, если вы чего-то не поймете, возможно, вы поймете и после остальных докладов. У нас, если брать редакцию проекта, чтенько в App State to Props выглядит примерно так. Мы просто берем state и сразу прямо здесь его десерктурируем на отдельные переменные, которые нам нужны, и пробраться в App Props. Здесь проблема возникает в том, что у нас происходит copypast от того, где эти... Во-первых, нужно контейнер узнать, где эти переменные лежат, то есть он должен зависеть от структуры store. Плюс у нас между компонентами, если им нужны одинаковые данные, происходит, по сути, copypast. Все это приводит к тому, что мы не можем просто взять и изменить сам store, не затрагивая все контейнеры, которые используют какие-то переменные. Допустим, если мы решим переименовать minprice просто в min, нам нужно будет искать по всему проекту, где используется minprice, и везде менять его. Есть еще оговорка, что у меня через слайд идет пояснение того, что я говорю, поэтому я часто буду перескакивать через один слайд. Еще бывает такой вариант, когда мы сразу создаем новые ссылки. То есть это использование дефолтных массивов, использование мэпа, сразу создаем массив. Все это приводит к тому, что в каждом вызове macset2props у нас создается новая ссылка. А специфика его работы macset2props такая, что если в результате его вернулись новые ссылки, то происходит перерывных компонентов. Практически все оптимизации редакции заключается в том, чтобы уменьшить количество перерендеров. Соответственно, нам нужно сделать так, чтобы ссылки здесь создавались новые только тогда, когда они действительно поменялись. И нам на помощь приходит selector. Selector — это, по сути, функция, которая принимает на входе какие-то данные и на выходе отдает данные в другом формате, которые нужны какому-то конкретному контейнеру. В macset2props можно выглядеть примерно так. То есть у нас получение каких-то данных выносится в отдельную функцию. Как правило, эта функция лежит рядом с тем модулем, который мы используем. Естественно, в основном в macset2props мы используем эту функцию, и нам уже не нужно знать о внутреннем устройстве самого этого отдельного модуля. Но мы все равно должны знать, где этот модуль располагается, и мы все равно еще не решили проблему, что у нас каждый раз создается новая ссылка. Чтобы компонент контейнер совсем не знал о внутренней структуре стейта, мы можем создать еще одну опертную selector, и она уже будет привязана к неконкретному модулю, а уже будет лежать где-то отдельно, и она будет работать с глобальным стором. Ее суть заключается в данном случае просто в том, что она вызывает локальный селектор и придает ему только его стейт. Соответственно, сам селектор не зависит от наружу стейта и модуль products, и знает, где он в глобальном стейте расположен. А компонент при этом не знает тоже о структуре модулей, а просто знает, что есть функция, которая возвращает нужные ему данные и придает ей целиком стейт. И после всего этого у нас остается проблема, что мы все равно каждый раз получаем новую ссылку. И здесь нам уже на помощь приходит минимализация. Суть минимализации в том, что мы, если не изменили данные на входе, на выходе у нас все равно будут одни и те же данные, то есть одна и та же ссылка. И, соответственно, из этого следует, что в случае, когда у нас компонент при каждом вызове не создает новую ссылку, или вообще возвращает значение типа, которое слава отправляется не по ссылке, а по значению, то минимализация нам не нужна. И проверить, что селектор минимализации не нужна, можно просто вызвав его два раза с одним этими же данными. Если равенство проходит, то минимализация не нужна. Селектор с минимализацией может выглядеть примерно так. Мы просто оборачиваем... У нас есть какая-то вспомогательная функция mimoiz, в которую мы придаем наш селектор. И на выходе получаем уже функцию с mimoiz, которая будет вызываться второй раз, только если поменяется аргументом, то есть стоит модуль. Но с минимализацией все тоже не так просто. Есть проблема в том, что если у нас не указана длина кэша, то в большинстве случаев длина кэша будет бесконечной. И, по сути, в кэше конкретного селектора будут храниться ссылки на все стороны, с которыми он когда-либо вызывался. При этом нам достаточно иметь только последнее значение, потому что мы сравниваем предыдущее, которое было возвращено, то, которое вернулось сейчас. Если у нас вернулась новая ссылка, то то, что было в предыдущий раз, нам уже совсем не нужно. И минимизация работает именно по аргументам. Если в предыдущем примере у нас минимизация была целиком по стейту, но если в стейте поменяется другой флаг, допустим, не стоит HOTOS, который у нас используется, а стоит KEPLOR, то минимизация уже не сработает, и мы все равно получим новую ссылку. Соответственно, это можно решить, во-первых, решая длину… решая проблему с длиной кэша, мы просто указываем длину кэша, в большинстве библиотеки для минимизации это и есть. Во-вторых, мы делаем вспомогательную функцию, в которую приходят уже максимально близкие данные, ну, максимально те данные, которые используются, и только те. И именно эту функцию мы минимизируем. Соответственно, в данном случае, если поменяется что-то помимо StateHOT, то минимизация с ней сбросится, и все равно вернут данные из той же ссылки. И есть еще класс, когда довольно частая задача, когда у нас нужно получить данные не из одного конкретного модуля, а данные из какого-то… из нескольких модулей. Часто это делают примерно так. То есть у нас есть селектор, который привез к конкретному модулю, и ему передаются данные из нескольких модулей. Здесь проблема заключается в том, что у нас нарушается изоляция. То есть селектора, который работает с продуктами, он должен сдать еще раз в другом модуле, в томае его внутренней структуре, и о том, что этот модуль – это этот модуль. Также если внутри себя будет использовать селектор от Params, то он все равно должен знать, что Params – это Params, и что это отдельный модуль, а не просто какие-то данные. Можно немного улучшить ситуацию, если у нас селектор будет передаваться не сам State, а только те параметры, которые нам нужны. Они уже будут не зависеть от самого State, и по сути это могут быть другие параметры. То есть селектор просто ожидает какой-то параметры, а не конкретный модуль. Можно пойти еще дальше и сделать идеальную функцию, которая вообще не завязана на конкретных модулях, а просто получает уже какие-то готовые данные и их как-то преобразовывает. И здесь как раз удобные оказываются глобальные селекторы. Потому что мы можем сделать глобальный селектор, который внутри себя использует отдельный селектор от отдельных модулей, а на выходе он дает результат и комбинирует эти данные. При этом тут суть в том, что даже если сейчас у нас используется только один модуль, то есть, допустим, Params не нужны, все равно имеет смысл сделать глобальный селектор, просто потому что, если в будущем нам понадобятся данные из другого модуля, мы без проблем сможем его здесь добавить. Если же это будут селекторы, которые принимают на вход только конкретный стейт, нам придется искать по всему проекту его использование и добавлять новые параметры. Если же селекторы будут лежать в каком-то конкретном модуле, то опять же у нас при добавлении нового, при необходимости использования нового модуля, данных оттуда, нам придется нарушать изоляцию либо опять создавать новую ссылку. То есть, создание глобальных селекторов даже для селекторов, которые в данный момент используют только один модуль, имеет смысл в том, что на будущем мы без проблем сможем добавить то, что нам требуется. И есть еще самая сложная проблема — это селекторы, которые принимают... какой-либо параметр. Ладно. И есть еще самая главная проблема с селекторами — это селекция, которые принимают какой-либо параметр. То есть они принимают не только сам стейт, но еще какой-либо параметр, который может быть произвольным. То есть самое простое — это получение элементов по id. В данном случае все довольно просто — нам не нужна меморизация, потому что у нас не происходит никакого создания ссылки, а у нас просто происходит чтение свойств. Ну а если нам нужно какое-либо преобразование элемента, то нам уже меморизация нужна для того, чтобы ссылка возвращалась та же самая, если не поменялся стейт. Но суть в том, что если мы добавим меморизацию и укажем так же длину кэша в единицу, то нам это не поможет, потому что... Сейчас. Ну вот, если мы укажем просто длину кэша в единицу, то у нас ничего не поможет. Потому что если мы будем вызывать сначала id1, у нас в первый раз происходит вычисление — создается новая ссылка, она записывается в кэш. Если мы снова вызываем с тем же айтишником, то значение берется из кэша. Если мы вызываем с другим айтишником, то у нас происходит снова вычисление, но предыдущий результат — он снова выбрасывается из кэша. Если мы снова вызываем с единицей, у нас опять создается новая ссылка. Поэтому если у нас будет два контейнера, которые получают данные для элементов разных айтишников, то у каждого из них постоянно будет происходить новое вычисление, новая ссылка. Потому что сначала будет вызываться один, потом второй, и так по кругу. Есть несколько решений этой проблемы. Самое простое — это сделать кэш бесконечным. Это сделать поменять на весь список, и уже после того, как мы сформировали весь список, получать из него. Задавать отдельный кэш, где необходимо, и независимый кэш для каждого IG. Самое простое — это просто убираем длину кэша, и тогда у нас, если не меняется, у нас не будет происходить создание новых ссылок, если не поменялось аргумент. Но здесь возвращаемся к той же проблеме, что у нас тогда в кэшах хранятся ссылки на весь стейт и вся ID. И, по сути, это будет приводить к тому, что потребление памяти будет разрастаться. В большинстве случаев это будет довольно не критично, но если проектом довольно много пользуются или довольно часто меняется стейт или айтишник, или еще что-нибудь, то в кэшах будет огромное количество элементов, и память будет потихоньку расти и расти. Второе решение — это мы делаем дневмодис на весь список. Когда мы при попытке получения элементов по ID, мы сначала формируем весь список по элементам, и уже просто получаем. Когда мы вызываем getItem.byID по другим айтишникам, у нас все равно формат элементов возвращает тот же самый список, потому что item.byID не поменялось. А мы уже в конце возвращаем нужный элемент. Здесь проблема заключается в том, что если поменяется хотя бы один элемент из списка, то у нас формат elements уже не сработает в кэш, и все элементы получат новую ссылку, даже если они на самом деле сами не менялись. Более сложное — это самый предмет, практически самый лучший способ с точки зрения потребления памяти, но самый сложный с точки зрения заморочек на поддержку. И свой способ заключается в том, что мы создаем функцию, которая не селектор сама по себе, а построит такая фабрика селекторов. При ее вызове мы возвращаем селектор, у которого длина единица. У MapState2Props есть такая особенность, что помимо непосредственного возвращения стейта мы можем возвращать функцию, и тогда внешняя функция будет вызываться один раз при маунте компонента, а уже внутренняя функция, которую мы вернули, она будет использоваться, естественно, как мы обстоятельства Props. В данном случае при маунте инстанция мы создаем get.tombay.id, и у нее have, и у каждого инстанции будет своя get.tombay.id. Соответственно, когда у нас происходит онлайн компонента, то происходит и удаление из памяти get.tombay.id, и кэш у нас никак не заполняется. Но здесь проблема в том, что если у нас будет два элемента, у каждого из которых используется элемент с тем же самым вишником, то кэш у них будет не общим, и в каждом из них будет происходить само вычисление как каждый раз. В целом это не проблема, но в случае, если у вас происходит формирование элемента довольно хитрым способом и довольно медленным, это может быть проблемами. Но это очень редко здесь. Другая проблема в том, что нам необходимо непосредственно создавать инстанции селектора в тех местах, где оно требуется. При этом, если у нас есть селекторы, которые используют другие селекторы, то нам необходимо создавать инстанции в всей цепочке, чтобы кэш работал корректно. И самый такой оптимальный способ это создавать кэш в зависимости от id, но уже не вручную, а автоматически. То есть у нас есть фабрика селекторов, у нас есть собственно селектор, который используется снаружи. внутри него мы знаем, что у нас первый аргумент это id, и мы можем узнать, что... мы можем проверить, что у нас в кэше нет... То есть у нас будет кэш представлять собой не значение, а кэш будет представлять собой функцию. Причем у нас будет являться айдишник элемента, а значение сам селектор. Соответственно, если у нас вызывается с тем же айдишником, у нас берется функция с... тот же селектор, который использовался для получения функции с предыдущим айдишником, и уже будет срабатывать мемоизация. То есть если у нас есть пять различных айдил, то у нас будет в кэше пять значений для каждого айдил. И в случае, если сайт поменяется, будет преучисляться только один раз для каждого элемента. Но здесь проблема заключается в том, что у нас в случае, если айдик нервируется случайным образом, то у нас нет способа очистить этот кэш. То есть здесь память тоже немного запламляется, но эта проблема решаема каким-то внешним API, которая позволяет удалить из кэша какие-то определенные значения. Ну и в целом, даже если у нас будет храниться много функций, на большинстве проектах IT все-таки не идут случайными, поэтому у нас не будет такой проблемы с бесконечным кэшем, как здесь. То есть у нас там будет какое-то количество элементов, которые уже не используются, но это довольно редкий кейс, что это будет вызвать какие-то неудобства. И немного тестирования. Очень условно, мы селекторы можно разделить на две группы. Это просто селекторы, которые занимаются какими-то вычислениями, то есть преобразовывают данные в тот вид, который требует их контейнер. Селекторы, которые работают просто как геттеры, они просто читают какое-то свойство из стейта. Селекторы и геттеры тестировать не имеет смысла, потому что здесь нечего тестировать, это просто чтение свойств. Но эти селекторы очень удобно можно тестировать в тестах на сам редьюсер. То есть вместо того, чтобы проверять на приятные свойства стейта, мы можем использовать тот же селектор и проверять, что вверху нужны данные. Здесь еще удобно заключается в том, что если мы изменим то, как внутри устроен стейт, но не изменим селекторы, то тесты упадут. Если мы сломаем селектор, не меняя стейт, опять же, тесты упадут. Учитывая, что у нас требуется снаружи для самого приложения, чтобы селектор возвращал данные в нужном виде, это как раз оказывается удобно, потому что единственный правильный вариант, если меняется стейт, это вместе с ним поменять и селектор. То есть если не использовать селекторы в тестах, можно поменять стейт, поправить тесты самого редьюсера, а селекторы никак не менять, они будут возвращать некорректные данные. Вопросы? А как насчет параметров в виде сложных объектов? Часто параметры как сложный объект, они все равно могут зацепиться за что-нибудь. То есть во многих случаях есть какая-нибудь идея. А в случае, когда это совсем произвольное значение, да, тут из вариантов только бесконечный пэш. То есть можно что-нибудь придумать, но это уже будет не такое универсальное решение, а как бы под нужное конкретное место. Но и опять же можно в этом случае делать как раз создавать инстанс там, где нужно. То есть у нас есть какой-то контейнер, в котором нужно селектор с пастейтом и паргументом, мы создаем для него инстанс и его же используем. Так там что же получается нужно определять по ID? Нет. Если мы создаем инстанс, нам не нужно ID, нам нужно просто… У нас есть фабрика селекторов, мы создаем экземпляры, условно экземпляры фабрики, то есть функция с длиной кэш в единицу, и мы эту функцию используем в максет и профс конкретного контейнера. А на StreamDefine смотрел? Да. На StreamDefine смотрел обычно? Насколько это больно? В смысле использовать его как для чего? Как штука, которая создаст ключ. Ну, во-первых, это можно делать, но у нас во многих случаях нам нужно проверять стейт, а стейт может быть большим. и его преобразование в строку и проверка этих строк уже может быть неправильным. Нет, стейт мы не трогаем. Я говорю только про пропсы. То есть первым параметром, который у нас приходит, это параметры, это пропсы получается. То, что мы натаскиваем. И вот его именно в StreamDefine. Ну, не тестировал, понятно. Ну, я понял, о чем речь, но в целом да, можно, но это, по сути, ID не обязательно ID. Это просто что-то уникальное, к чему можно привязаться. То есть можно сделать, вот последний способ, о котором я рассказывал, где у нас автоматически создаётся кэш, можно сделать фабрику условно и в качестве аргумента принимать функцию, которая будет получать ID из параметра. Соответственно, в случае, в том, что я приводил, у нас ID является первый аргумент. Если там какие-то сложные объекты, можем передать функцию, которая ID получает из первого аргумента. Можем передать функцию, которая делает JSON в StreamDefine и использует её как ключ. То есть это уже комплектная реализация. Окей, спасибо. У меня вопрос по слайду, если можно переключить на кэширование. Функция MMIES принимает два параметра. Последним параметром, что он принимает? Не понял, о чём речь. Max 1. А, это просто условно настройки для длины кэша. То есть в функции MMIES есть своя функция, ну, возможность кэширования. Ну, конкретное свойство и конкретно как она настраивается может отличаться, но, как правило, у всех функций, которые предоставляют MMIES, у них есть возможность настроить длину кэша и его просрочку. То есть, по сути, это просто указание на длину кэша. Нет, я не понимаю. То есть есть у нас вот своя собственная функция кэширования, да, getItemById, она там кэш смотрит, если что выдает кэш. И есть функция MMIES, почему мы не используем кэш, ну, встроенный MMIES? Если мы не используем встроенный кэш, то кэш в MMIES можно указать только максимальную длину. Сам кэш, он не знает ничего о том, что у нас, как у нас используются аргументы. Поэтому, если у нас используются рекорд с ID, у нас все равно, у нас нет возможности указать максимальную длину. Потому что, если у нас будет указана максимальная длина 5, и мы вызовем функцию с одним и тем же ID, допустим, 1, но с 5 разными стейтами, у нас все эти значения будут в кэше. Но при этом, если у нас важно привязывать кэш не к аргументам здесь, а важно его привязывать именно к ID. То есть, если у нас ID не меняется, но поменялся в стейт, то предыдущее значение, которое вернула функция, оно нам не нужно. Понятно, спасибо. Саша, вот смотри, когда редакция начиналась, то была такая движуха, что мы используем plain JavaScript объекты, никаких getter, потому что капсуляция заставляет нас таскать за собой постоянно getter. Получается, что мы уже не знаем, на самом деле, какая у нас структура данных. Что угодно тебе нужно получить со стороны, а ты получаешь это через getter всегда. И, в общем, в итоге сейчас мы от этого всего, от того, что, типа, дала инкапсуляцию, даешь plain объекты, обратно приходим к инкапсуляции, ну и getter, по большому счету. То есть, как ты вообще считаешь, плохо это или хорошо? Нужен ли какой-то баланс между этим всем? Или всегда лучше все сделать через какой-то getter на всякий случай? Ну, лично я придерживаюсь того мнения, что лучше для всего делать getter, потому что никогда не знаешь, когда тебе понадобится отрефакторить или что-то изменить. Пускай сейчас может быть это какое-то конкретное значение, а в будущем оно будет вычисляться на основе каких-то других значений. И имея уже в данный момент getter, ты можешь в одном месте его изменить, а во всех местах, где он используется, все автоматически заработает. А если же мы используем plain объекты, то да, это проще с точки зрения чтения, потому что мы сразу видим, какие данные на нас берутся, но в случае, когда будет необходимость что-то изменить именно в структуре стейта, то мы сразу начнем оттолкнуться на грабли и невозможность просто взять и легко изменить сам модуль. Я как-то даже знаю, что ты спросишь. Как структурирует по проекту такое количество спектров? Да, я знал. Здесь как раз возникает проблема, что у нас, если мы структурируем селекторы по отдельным модулям, как у нас идет работа с данными, то мы привязываемся к тому, что если нам понадобятся данные с каких-то других модулей, мы не сможем их нормально получить просто потому, что мы привязаны к этому модулю. А если мы начнем с каждого модуля на из каждого модуля, то это сделает все только хуже. Соответственно, нам нужна какая-то другая система того, как все это организовывать, при этом эта система не должна быть привязана к самим модулям. Но как бы мы не привязывали, мы все равно не избавлены от проблемы того, что мы подумаем, что это относится к этому, а в будущем оно будет вычисляться на данных, о которых мы не подумали. В итоге у нас все равно будет, как бы мы все это не организовывали, и у нас может получиться в какой-то момент каша из того, что, допустим, мы разделили все селекторы на четыре группы условно по какому-то признаку. И у нас произошли какие-то изменения в API, в бизнес-логике или еще в чем-то. И начинает происходить ситуация, что мы из каждой из этих четырех групп начинаем влезть в другую группу, и разница в том, что мы ушли от изоляции на отдельном модуле, и ничего хорошего не получилось. И кажется, на первый взгляд, удобным решением это просто все глобальные селекторы складывать в одно место, то есть они не будут привязаны ни к какому конкретному модулю, а просто они зависят целиком от стейта. Но здесь возникает ситуация, что в какой-то момент селектора становится просто слишком много, особенно если делать их для получения всех необходимых данных, и просто получается какая-то каша. То есть здесь нужно отталкиваться от того, предполагается ли в будущем какой-нибудь рефрактор или нет. Ну либо от бизнес-логи какого-либо проекта. То есть такого универсального решения здесь нет. Тоже вопрос задам, он больше поливарб. Тем не менее, тебе не кажется ли, что небольшое количество используемых глобальных селекторов это скорее сигнал того, что у тебя неправильное слияние на компоненты. То есть ты пытаешься разделить получение данных, то есть гетерами по сути, чтобы не рефакторить потом отдельное маппинг стейта в компоненте. Вместо того, чтобы выделить вот этот общий компонент, ну допустим, у тебя очень часто используется, не знаю, юзернейт, да, где-то там в разных местах, или там юзерпик и так далее. Вместо того, чтобы выделить вот этот повторяющийся компонент UI, где тебе эти данные нужны, ты вытаскиваешь по сути селектор, который просто везде переиспользуешь в каждом отдельном компоненте. Ну, в целом, да, это по сути решение той же проблемы, но чем оно лучше? Оно лучше тем, что ты разбиваешь свое приложение не на уровне кода и данных, а на уровне бизнес-логики в целом. И ты потом можешь переиспользовать не абстрактный селектор, который работает исключительно с данными, а непосредственно компонент, который инкарсулирует себе все, то есть UI, данные, логику и так далее. Ну, по сути, одно другому не противоречит, поскольку, если мы начинаем создавать компонент, который содержит в себе все, нам все равно может случиться ситуация, что нам нужно только имя пользователя, нам не нужна его логика. И у нас уже получается два места, в которых все равно придется использовать данные одни и те же. И в этом случае нам селектор поможет. Да, я согласен, но согласись, что таких мест, где прям очень много переиспользуем глобальных селекторов, но это странно немножко. Ну, возможно, и не так. Ну, тут уже зависит скорее от конкретного приложения, что в нем происходит. О, окей, все, спасибо. Третьей волны не будет? Третьей волны не будет? Спасибо за внимание!